Девушки отдыхают Надо понять, чего он хочет и куда он ее везет Сто лет я работаю в театре и столько же ты надо мной издеваешься, друг мой Ну, скажи, почему я каждую ночь должна бегать за тобой по всему городу? Господи, пять утра, они все репетируют, нет, чтобы ставили что-то приличное Пойдем, пойдем, дружочка, подбокривай Пойдем, посмотрим, кто там репетирует в пять утра Делать-то нечего Пойдем проведаем, кто там у нас Ох, эти артисты, да, все репетируют и репетируют Репетируют и репетируют Пять утра Они все репетируют Дина Детка А ты чего тут одна, Тихо? Заснула, что ли? Скоро театр открывать Заснула, что ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста Спасибо 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 Мужчина, мужчина Извините, а вы не могли бы как-нибудь настроить этого холодника? Спасибо Спасибо Перевач Хорошо Спасибо Спасибо Извините, извините Спасибо 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 Подвезти Спасибо 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 Вероника Спасибо 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 Без тебя Кира Это самое малое, что я могу для тебя сделать Но я готов на большее Спасибо 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 Давид Я не прошу меня любить Тебе со мной будет просто хорошо и спокойно, я обещаю Давид, ты очень хороший друг, но... Не шо? А что еще? Ну так и переезжай к очень хорошему другу, я больше не могу смотреть, как Глеб на тобой издевается, нельзя жить в такой обстановке, это я тебе как врач говорю Я не прошу А я все равно буду ждать Вот это место, оно получше, да? Хотела бы я, чтобы у меня было такое место Дина А куда Ольга собиралась уехать? Не знаю, она вообще такая скрытная была, ужас Аня, а тебе Оля не говорила, куда собирается уехать? Нет Ну, она вообще очень радостная была, шампанским нас угостила, за ее новую жизнь выпить Получается, за ее смерть выпили? Она звонила в полицию, жаловалась, что ее мужчину преследовал, знаете что? Послушайте, мы в ночном клубе танцуем, конечно, нас преследуют, какие идиоты И один раз еле убежала, за мной курьер гнался, оказывается заказала косметику, а забрать забыл Я могу посмотреть ее гримерку? Да, конечно Вот ее столик А цветы? Это поклонник ей подарил Уже засохли, а все еще здесь стоят Видимо, не просто случайный поклонник Спасибо А когда я вырасту, не буду цветы дарить? Конечно А еще тебя полюбит самый лучший мужчина на свете и будет дарить тебе море цветов, какие захочешь Я хочу такие же Значит, будут такие же А я вам сегодня знаю? Нет, спасибо большое До свидания Да? Алло, соскучилась? Приходи ко мне вечером, в гостинице рядом с рестораном, не заблудишься, номер 316 Может еще шампанское захватить или клубнику? Ну если хочешь узнать Почему Вероника была в костюме, можешь захватить Чипсы с беконом Слушай, что за игры? Давай в парке или в кафе Моя информация, мои правила Подождись, когда стемнеет, то приходи, жду И чипсы не зовут Глеб, Глеб, подожди, пожалуйста Ну куда ты? Ты с ума сошел? Ну ты же пьяный в стельку Глеб, ты убьешься А знаешь, ты убьешь, сей бог с тобой Убьюсь? Да я уже мертв, ясно Глеб, пожалуйста Пожалуйста, не надо Глеб 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 Никита, что за дурацкий ж? Вот это у тебя нервы. Я бы на твоем месте уже зарал бы и убежал. Ты этого добивался? Да. Хотел показать, чем занималась Веронейка и за что, вероятно, ее убили. Летала по ночам и фосфорисцировала? Я был в театре. Выяснил. Вероника в последнее время оставалась там на ночь. И знаешь, где именно? Где? В костюмерном цехе. Значит, она сама себе сшила костюм нишек. А зачем? А вот об этом предлагаю подумать. И еще. В театре пропал обрез фатина и видеопроектор. Видимо, она готовила какое-то шоу. Крики ворон, надпись на зеркале. Это была бы мощная психологическая атака. Хотела напугать убийцу? Или узнала, что Владислав вернулся в город? Да нет, проще было сдать его в полицию. Что, если она его шантажировала? Я перестаралась. Я перестаралась. Я надеюсь, ты ешь шоколад, потому что кухня тут разокрыта. И салатики ни за какие. Ну вот, абонент недоступен. Я не знаю, что делать. Она точно дома не ночевала? Может, просто рано ушла? А то бы я не услышала, как она приходит, уходит. А потом со вчерашнего дня постель застелена. Может, телефон разрядился? А ночевала где? Может, у Богдана? Надо Богдану звонить. Послушай, я не говорил ему, что мы Ольгу нашли, но эту танцовщицу он, видимо, сам узнал из новостей. Теперь злой. Ну, он думает, что мы от него все скрываем. Если она у Богдана не ночевала, это будет... Ладно, ищем дальше. Алло, Павел? Утро доброе, Богдан беспокоит. Понял. Хорошо. Нет, Богдан, ты все сделал правильно. Теперь я. Все, на связи. Ты опять забыл? Богдан? Представляешь, не только твоего бывшего мужа могут так звать. Ну, ты чего? Ну, ты серьезно можешь представить себе ситуацию, в которой твой Богдан захотел бы позвонить мне? Нет. Ну, это хорошо. И нечего так хмуриться, морщинки будут. Тогда что ей так-то? Серьезно, у меня на лице это, что ли, написано? Ну, ерунда. Одна крупная сделка накрывается. Надо бы в Мюнхен ехать. Завтра. Нет, завтра с утра мне нужно быть здесь. У меня же завтра встреча важнейшая с утра. Я же тебе говорил. Он меня обталенал. После которой я стану женой губернатора. После которой ты станешь женой губернатора. Но только для этого мне нужно ехать на работу. Люблю тебя. Пока. Поехали. А вот тут раньше булочная была. Мы тогда с мамой за московскими плюшками ходили. Такими с сахаром, знаешь? Типа смерть в фигуре. А не. А вот в этом доме жил мальчик. И у него была такая машинка электрическая такая на пульте управления. Настоящая? Да. Он, правда, ее никому не давал. Боже, потрясающе. Они ее еще не снесли. Чего? Дина меня на них качала. Подержи. Дина меня очень любила. И я ее. У нас вообще хорошая семья была. А потом все закончилось. Папа с мамой не смогли пережить того, что случилось. Развелись. Я рядом с мамой внезапно оказался дядя Баша. Ну, как внезапно. Он и с юности был влюблен в нее. Он ее и сейчас, конечно, очень любит. Но просто со мной как-то не сложилось. Он не то, чтобы ко мне плохо относится. Нет. Просто он не папа. Обычного человека один папа. Взрослые запретили нам видеть. Говорили, так лучше будет. А я... А я все время мечтала, что вижу папу. И увидела. Я думала, что я ему нужна. Так же, как и он мне. Дети такие наивные. Субботина! А мы тебя полночи с собаками ищем. А что случилось? Могли позвонить. А? Ну, да, не могли, разрядился. А зачем меня искать? Я взрослая девочка. Где хочу, там ночую. Она была у меня. Мы обсуждали местные легенды и заговорились. А мне сказали, вы работать приехали. А есть новое дело? У Татьяны Петровны очередное ЧП. Просила прислать именно вас. Срочно! Поэтому рабочий день начался уже 10 минут назад. Вперед! А козонька-то моя нашлась. Как нашлась? А так сама пришла. Вон она, а будь она неладна. Сосед мой Олежка пропал. Его отец в рейсе. А он две ночи дома не ночует. Я вся извелась. Ребят, найдите его. Ну, вы полицию вызвали, вот он и спрятался. Ну, может так, а может и не так. Ну, найдите его, пожалуйста. А я уж вам молочка. Хорошо. Видимо, все еще ищет клад. И что? Что? Два дня копает? Ой, ребят, подождите! Вы же туда на машине-то не проедете. А туда лучше пешочком. Прямо-прямо через лесочек и так на участок Вероники выйдете. Простите, через что? Через лесочек. Понял. Ну, пойдем прямо-прямо через лесочек. Не волнуйтесь, найдем мы вашего Олежку. Пойдем. Еще тут какие-то... Ничего себе лесочек. Да. Я помогу. Когда-нибудь кончится? Кончится, кончится. Олег! Да. Еще метров пятьсот. И в поле упрямся. Приплыли. Ага. Смотри. Похожая эта развилка, да? Она расходится, но приводит к участку Вероники. Так, направо пойдешь, во враг упадешь, налево пойдешь... Так, разделяемся. Ты туда и туда. Встретимся на участке. Какая ты деловая. Олег! Помогите! Помогите! Да как? Да как? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хозяева! Молодой человек, это частная территория. Простите. Здрасте. Мы тут мальчика ищем лет двенадцати. Олег зовут. Никаких мальчиков тут нет. Молодой человек, идите куда шли. И не ищите приключений там, где их нет. Да? Никита, я его нашла, иди сюда. Точку сейчас сброшу, давай. Нашла? Где? Закрытый перелом, скорее всего. Привет, герой. Домой идем? Да какой домой? У него перелом. Врача вызывай. Ага. Ты как тут оказался? Да, испугался там. Где? Ну, там, где два дерева, конечно. Чего испугался? Марина Мнишка из могилы встала? А вы сами посмотрите, 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 как вы убежите. Где дерево, там? Да, 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 там. Алло, скорая? У нас тут герой с закрытым переломом. Так ты будь здесь, жди скорую. А ты куда? Нет, девушка, не вам. Да, в сознании. Адрес, нафиг его знает адрес. Лес! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алис! Я здесь. Там врач приехал, достает Олега из оврага. А Олег достает его рассказами, как тут оказался. Говорит, услышал, что Вероника разбогатела, мол, нашла вклад Мнишек и надеялся, что не весь выкопал. Ого. Ничего себе. Это что? Ну, для Мнишек слишком авангардно. Это медальон Владислава. Помнишь, фотографии в фильме были? Ну, судя по всему, не первый год лежит. Думаю, его убили одновременно с Диной. Может, увидел лишнее. А муж Вероники тут копал и откопал Владислава. Вот тебе инсульт. Да. А Вероника догадалась, что это Владислав. Догадалась, кто убийца, и решила его шантажировать. Да, грустная история. А если это не Владислав? Я уверена, что это он. И, скорее всего, удар в височную область с тупым предметом. Посмотрим, что скажут коллеги. Я их вызвала скорпиезду. Ты хочешь доказать, какая ты крутая? Еще как. Сегодня создают семейный союз Наталья Баранова и Рутенда Гнебезова. Ну, Гнебезова. Это нормально, это фамилия. Вызывайте скорую, срой что? В кабинете путешественника разберутся. Там изучают болезни экзотические. Закрытая секретная исследовательская лаборатория. Возглавляет ее некоторый Роман Куницын. Я ваш лечащий доктор Куницын Ирина Владимировна. Два светилы вирусологии на население. Этот кабинет должен был возглавить я. Рома изобретал препарат, который поборет этот вирус. Чтобы со мной не случилось, доведи мое дело до конца. Вы понимаете, чем рискуете? Роман Куницын Ирина Владимировна. Роман Куницын Ирина Владимировна. Умер от удара тупым предметом правую височную область. А я говорила. С чего вы решили, что это режиссер? Там был его медальон. Мы нашли медицинскую картону Владислава. В детстве была сделана операция по устранению полидоктилий на кисти левой руки. У него шесть пальцев было, что ли? Ну да. Ее следы остались на костной ткани. Да точно, о. Ясно. Спасибо. У меня есть версия. Это хорошо. А мне в архив нужно. Может, там мне расскажете? Вы зовете меня с собой в архив? Хочу кое-что показать. Субтитры создавал DimaTorzok Прошу. Ого. Вот что в голове не укладывается, если Владислав давно мертв? Почему его Ольга так точно описала? Возьмите еще несколько папок, они рядом лежат. Может, Ольга как-то была связана с убийцей? Ну, может, они в сговоре действовали вместе и убили Владислава. Просто не может быть совпадение, что... Виктор Сергеевич! Откройте! Я не подумаю. Дело об убийстве не могут вести родственники убитых. Я тут работаю. Так вот работайте. Личные дела в папках разложите по годам. Каждый год по алфавиту. Приду с проверкой через два часа. Это не честно! Виктор Сергеевич, я профессионал! Так, значит, алфавит знаете? Компостер! Ты не подумай, я тут с голоду не умираю. У меня вот сосиски в холодильнике есть. Я вообще не понимаю, что ты со мной так возишься? У тебя из-за меня вон дел по горло. Убийца по городу бегает. Ой, а с чего вдруг такой приступ в самобичевание? Ир, я закрыл дело, потому что понял, что режиссер подонок. Ну, возможно, он и был подонком. Да, но он не убивал. Салат будешь? Да не буду я салат. Да. Все улики были против Владислава. И на твоем месте многие бы ошиблись. Ну, нашли бы козла отпущения где-нибудь поближе. А ты же его искал до последнего. Да, ты тоже искренне ошибался, но искал. Ну, совесть-то у меня еще есть. Так я об этом и говорю. Ешь, давай. Веронику убили наверняка, потому что она что-то знала. А вот танцовщицу за что? Работаем над этим. Кстати, дочь твоя очень помогает. Талантливая, вся в отца. Вот за этим я тебя и позву. Ее надо уволить, Ир. Танцовщица была похожа на Дину. Других мотивов убивать ее не было. А Алиса вообще один в один Дина. А если это серийник? Ты понимаешь, что может произойти? Я понимаю. А дед сломает карьеру дочери. Да опасно ей здесь. Опасно. Ты же ее знаешь. Она везде полезет. На всех преступников нарвется. А ты что хочешь, чтобы она дома сидела? Вышивала? Я хочу, чтобы хотя бы одна из моих дочерей осталась жива. Послушай, ты серьезно думаешь, что я ее отпущу одну в поля? Что я не буду следить за ней каждую секунду? Ты совсем здесь? В одиночестве с ума сошел? Ешь давай. Между прочим, по рецепту моя мама. А Алиса твоя чудесная. И все с ней будет хорошо. Нам надо найти цветочный магазин. Вот я же хотел купить букет. Не тормози. Деньги за день до убийства подарили букет гортензии. У Ольги на столе в гримёрке тоже стояли гортензии. Может, убийца знала их обеих? И что, у него оригинальный вкус. Я бы просто розы подарил. Значит, тебя вычислить было бы сложнее. Так, нам надо обойти все цветочные магазины, понять, где продается гортензия и кто покупал их последние пару дней. Все цветочные магазины должны быть в навигаторе. Виктор Сергеевич. Виктор Сергеевич, откройте. Это не честно. Я буду жаловаться. И Ирине буду жаловаться, и папе буду жаловаться. Это моё дело, в конце концов. Я знаю, где искать этого убийцу. Бросил трубку. Отлично. Значит, теперь еще часа два он к архиву не подойдет. Пойдем. Так. Ну, и страстно, Лев, судьбой играя. Напрасно ты не нарушаешь правил. Ну, там еще была туалетная вода. Объект женат. Почему? Ну, ты почитай. Играй с судьбой, не нарушая правил. Ну, все же прозрачно. Ну, тогда она его и от ближнего круга прятала, наверное. Значит, надо проверить всех женатых 35-летних мужчин города. Серьезно? Да. И чтобы дни рождения где-то плюс-минус в эти даты. Давай. Давай. Может, Лилия? Если, конечно, ваша девушка любит запах. Да я не его девушка, я сестра. Мы маме букет выбираем. А мама ваша к Лилиям как? Мама... Гортензии любит. Гортензии? Вот как. А их как раз нет. Они нежные, долго не стоят. Мы их по многу не заказываем. У нас только один покупатель им интересуется. Кто? Отбирать пойдете? Да нет. Просто, может, кто-то еще знает, что мама день рождения. Она же в городе давно не живет. Ну, мало ли. Глеба Ганаша знаете? Вот он. Два дня назад купил букетик. И сегодня утром последний. Ну что, сестра, кажется, мы знаем имя убийцы. То, что он покупал цветы, это не доказательство. Ну, уже зацепка. Вот только интересно, кому он покупал цветы утром? Смотайся к нему. Расспроси. Может, у него алиби есть железное на все эти убийства. Хорошо. А ты? А я в телецентр разгоняю. Уверена, Евгению есть что еще рассказать про то старое дело. Про Дину. Да, давай. Давай. Светочка, ну опоздаешь, ничего страшного. Мы все успеем. В конце концов, это же твоя свадьба. Захочешь перенести, перенесем. Нет, я не хочу ничего переносить. Хорошо, не будем переносить. Кирочка, мы успеем. Мы все успеем. Приезжай, когда сможешь. Ну, ладно. Я как освобожусь, пули к тебе. Глеб. Все в порядке? Лучше не придумаешь. Расскажешь? Я что, просил о сеансе психотерапии? Нет. Но я вижу, что ты подавлен. Давай поговорим. Нет, Кира, не с тобой. Мы столько лет нам говорить не научились. Ты знаешь, что я скажу, я знаю, что ты скажешь. Не нужны уйти твои нотации. А чай хочешь? Нет, не хочу. Все будет хорошо. Да не будет ничего. Хорошо. И хватит со мной разговаривать, как с больным, ладно? Нужно просто взять себя в руки. Это черная полоса. Нету никакой черной полосы, белой полосы. Нету. Вас всегда. Глеб, главное, что мы вместе. Может, в этом и проблема? Вместить весь материал в одну передачу никогда не удается. От чего-то надо отказываться. И вот история с Глебом вылетела на монтаже. Почему? Неинтересная? Ну, не то, что неинтересная. Вот это банально. Банально. Глеб ухаживал за Диной. Она не отвечала ему взаимностью. Хотя знаки внимания были ей приятные. И вдруг появляется Блантислав. Режиссер. Молодой, перспективный, столичный. Ну, и, конечно, Глеб глубоко переживал, когда узнал, что у них с Диной втюро. Что она ему ответила взаимностью. А когда выяснилось, что они оба собираются ехать в столицу, он вообще поднял скандал, кричал, что убьют их обоих. И следствие ни в чем его не заподозрило? На момент смерти Дины у него было железное алиби. Он был с невестой. С Кирой? Да. Это вообще история. Он сделал ей предложение прямо на сцене. Она тоже была атрисой, а не были заняты в одном спектакле. И вот финал, аплодисменты, занавес. И вдруг фрустрированный юноша становится на одно колено и делает ей предложение. На глазах изумленной публики и не менее изумленной Дины. Но Кира, конечно, согласилась сразу. Она была давно в Глеба влюблена. Вуаля, живут до сих пор. И никто не подумал, что Кира бы обеспечила такому жениху любое алиби? Кофе не хотите? Нет, спасибо. Хорошо, следствие вычеркнуло эту историю. А почему вы не вставили ее в свой фильм? Понимаете, Марта, мать Глеба и тогда в городе имела большое влияние. Поэтому она убедила меня, что эта история будет для зрителей неинтересна. Кофе не будете? Нет, спасибо. Надо же, целый ресторан ради одного свидания. Ты шикарный молодой человек, Никита. Спасибо. Так я могу поговорить об этом с Глебом? Его нет. Я об этом поговорю с тобой совсем не хуже, чем он. Начнем с когда. Ну, все-таки я бы хотел об этом с Глебом поговорить. Как мужчина с мужчиной, ну вы понимаете. Ну, поверь, что женский взгляд на это дело будет совершенно не лишним. Ты планируешь полноценный ужин или десерт с вином. Я заходил утром, но его не было. И вечером, кажется, тоже. С ним все в порядке? У Глеба умерла мама. У человека стресс. Он лежал и не мог встать. Сегодня первый раз вышел на улицу. Можно позволить человеку отдохнуть от дела? Ну, вот поверь, что закрыть ресторан. Поставить и обслужить один столик, я с этим справлюсь не хуже, чем он. Дружочки мои дорогие. Господи, как я рада вас видеть. Кирушка, еще немного у меня накроет паника. Вот это напрасно. Мы все сделаем в лучшем виде. Кирушка, ну свадьба завтра. У нас ни меню, ни украшений, ни список. Мы все успеем. Смотри, я уже набросала список. Кира, я, наверное, попозже загляну. У меня не так горит. И с даты я еще не определился. Никитушка, спасибо тебе большое. У меня не то, что горит. Уже вещи пора вносить и в окно выкидываться. Кирушка, родная, на тебя вся надежда умоляю. Все будет хорошо. Не отвечает. Ну ладно. Вернемся к нашим делам. Да. Ты думаешь, она врет? Ну конечно врет. Я вообще не верю, что Глеб безвылзно дома сидел. Ну да, влюбленная женщина. Это нормальное ее поведение. Она всю жизнь его покрывает. Может ты с ней поговоришь? Ну объясни, что она всем вредит. И себе, и ему. У меня есть идея получше. Какие кудрявые волосы. Недавно в парикмахерской были? Так она сейчас в Москву и приехала. Все дела, да, зай? Но я бы сделал немного покороче. Да. Косые углы. Вот так. Супер. Я бы, знаешь, что еще добавила цветные пряди на затылке. И с левой стороны. А давайте-ка, девушка, сделаем вам цветное амбре. Точно. Я бы хотела его. Я знаю, я знаю. Все сейчас носятся с этими цветными прядями. Но надо быть смелее. Да. Надо не идти в ногу с модой, а пережать ее на шаг. Только так успеете. Ты не сопротивляйся, он делал, говорит. Он у баришского мастера учился, кстати. А еще можно косую челку. Это модно, да. Да, ну современная тенденция. Подождите вы. Вот. Хорошо. За это уверена? Уверена. Ну, желание клиента. Закон. Голову мы испойдемте. Ого! Это ты? А ты что подумал? Дина. Чего? Пойдем. Места детства. Здесь особая аура, особый аромат. А, я понял. Можешь не отвлекать? Хорошо. Места детства. Здесь качели скрипят по-особому. Велосипедные шины шуршат. Я сегодня гуляю по старому парку. Здесь деревья выросли, как и я. Снова чувствую себя маленькой. Решила ловить его на живца? Я пару дней назад на крыльце гортензии нашла. Видимо, Глеб хочет пообщаться. Облик чем ему задачу? Угу. Угу. Выложила? Угу. Понятно, молодец. И что теперь? Позвонишь коллегам, все объяснишь. И они тебе обеспечат охрану. Я правильно понимаю? С ума сошел? Они меня закроют простым сидением в архиве, и я уже не отделаюсь. А Глеб в это время вообще из города сбежит. И ты решила пообщаться с убийцей тет-а-тет? Вообще-то, я думала, ты составишь мне компанию. Составишь? Составлю. А с чего ты взяла, что Глеб интересуется своими соцсетями? Не интересовался бы, не подписался бы. Когда? Вчера. Вчера. Хм. Места детства. Здесь качели скрипят по-особому. Велосипедные шины шуршат. Как тогда? Я сегодня гуляю по старому парку. Здесь деревни выросли. Как и я. Снова чувствую себя маленькой. Если позвонишь своим, приеду через 20 минут. А если скажешь, что затеяла, через 10. Так, кому-то страшно? Можешь пойти погулять. Алиса. Настоящий? Настоящий. Казов. Журналистам тоже нужна сама оборона иногда. Ну вот видишь, как все хорошо складывается. А ты хотел, чтобы я эту операцию неизвестно кому отдала. Там все равно кого ловить. Вора в магазине, убить судьи. То есть это вендетта? Ага. Ну, кто у нас женатый именинник? Под описание подходит трое. Ну, один подал на развод в прошлом месяце, а у другого день рождения был до момента убийства. Остается Глеб. Здрасте. Витя, ты жениться-то собираешься? Свет. Витя Михайловна, хотя бы вы на него повлияйте. Завтра свадьба. Голубушка, я с удовольствием. Но только в нерабочее время. Да вот интересно. То есть другие сотрудники в рабочее время могут по салону красоты шляться? Какие другие? А вы сейчас скажете, что у вас новые сотрудники правил не знают? Алиса? Я же ее в архиве забыл. В архиве? Да, а как же она ко мне в салон телепортировалась? Витя. Алиса? Я же ее тут запер, папки разбирайте. Этот шаг можно было и с начальством согласовать. Нет, я правда думаю, что во время обеда она решила прическу сделать. Но я ее задержала немного, пока волосы выпрямишь. Только время не пройдет. Она еще захотела макияж как у Дины. Как у Дины? Угу. Ты слышала? Она с этой убийцей по городу разгуливает. Она решила наживку поиграть. Действительно, что ли, думаешь, у нас проблем мало? Ирина Михайловна, я сейчас всех подниму. Будем прочесывать город. А вот если спросите меня, то не придется прочесывать. Вот, она на своей странице указала, куда собирается. Ирина Михайловна, давайте он девочку быстро поймает и уже к свадьбе начнет готовиться. Ведь пиджак до сих пор не поменял. Церемония завтра. Да не придет он. Пойдем на ужин. Давай еще немного подождем. Спрячься там. Молчи. С кем-то говорите, девушка. С телефоном. Думала, видео записать. А, я не помешаю. Я вообще хотела побыть одна. Но если вы случайно проходили мимо. Случайно. Нет, я здесь совсем не случайно. Увидел твой пост в интернете. Понял, что будешь здесь. А ты знаешь, что в нашем городе очень опасно? А ты одна. В парке. Да еще такая красивая. Если что, даже корочка следователя тебя не спасет. Вы хорошо знали Дину. Расскажите о ней. Она была очень похожа на тебя. А вы меня не знаете. А, ты про внутренний мир и все такое. Ужасно. Она была очень страшным человеком. Играла с чувствами других людей. Ей на всех. Абсолютно на всех было наплевать. Но я любил ее. Да. Любил. Нет, спасибо. На что любил? Я и сейчас ее люблю. Я даже любовница. Стал себе выбирать. Похожими на нее. Представляешь? Или что? Ты думал, я примерный семьянин? Нет. Только все они. Ей даже в подметки не годятся. Ну, может быть, разве что Оля. Очень была на нее похожа. Царство небесное им обею. Знаешь что? Пойдем-ка. Пойдем. Куда? Пойдем-пойдем. Куда? Ну, стой! Отошел от нее? Это что такое? Это кто такой, а? Ты что, решила, что я? Это кто такой, а? Ты кто такой? Никита! Никита! Ну, давай, бей! Бей, или без карнавального костюма уже не то! О чем ты говоришь? Я просто хотел тебе показать, где мы с Диной встречались. Я думал, ты ее любишь, ты же ее сестра. Расскажи, расскажи, как ты ее убивал, или уже забыл? Что это? Ты что, ты меня пишешь? Ты меня пишешь? Ты такая же, как она. Такая же лживая, тварь! Нет. Этого не может быть. Нет. Нет! Нет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запишите, что Глеб кого-то испугался. Не меня, а кого-то, кто стоял за мной. Поймаем, спросим. Заполняю бумаги на объявление в розыск. Подожди, не крути. Никита, тебе надо обязательно в травпункт. У тебя может быть сотрясение. Это нормально все. Я отвезу, вернусь, поехали. Можешь не возвращаться. В смысле? Я надеюсь, ты понимаешь, что после сегодняшней выходки я вообще имею право тебя уволить. Но я не буду этого делать. Однако от этого дела ты отстранена. Не поняла. И я прошу тебя уехать из города. Найдем убийцу, и ты вернешься. Вы простили, папа просит. Алис, это разумное решение. А бросить службу? Бросить искать убийцу Дины тоже было разумным решением? Никита, подержись сейчас. Мне недолго, хорошо? Пойдем. Алис. Я не знаю, ты помнишь, твой отец всегда хотел отомстить за Смирдину. Не помню. Ну, конечно, ты была маленькой. Твоя мама... Ей было тяжело. Она потеряла дочь, потом фактически потеряла мужа. Он же перестал дома появляться. У него все мысли, все разговоры были только о том, как поймать Владислава. Мы тогда не сомневались, что убийца – это он. Хорошо, мама уехала, меня увезла. Что ему мешало найти убийцу? Здоровье. Он же зол был на весь мир, на себя. Вообще себя не берег. Думал, что бессмертный. Ну и ты когда-нибудь замечала, что отец сам никогда не открывает тебе дверь? Ну да, он говорит, что у него звонок не работает. Да? А хоть раз при тебе он с кресла вставал? Вот так. У него в позвоночнике. Осколок сидит вот такой. От ручной гранаты. Вытаскивать его гораздо опаснее, чем жить с ним. Жить с ним можно? Недолго. И только на обезболивающих. И вообще, одно неосторожное движение – все, он овощ. Я найду ему врача, ему помощь. Лиса, милая, мы нашли ему врача, который согласился сделать ему операцию. И твой отец даже лег в больницу, но тут же приехал, и все, он сбежал. Но теперь ты понимаешь, как важно, чтобы ты сейчас уехала из города. Я тебе обещаю, мы найдем убийцу, ты вернешься. Мне надо с ним поговорить. Алиса! Пап, это я. Пап! Пап, открой, пожалуйста. Пап, я никуда не уйду, я буду ждать, пока ты не откроешь. Папа! Пожалуйста, пап. Пап, открой. Пап, открой. Пап, открой. Почему ты мне не сказал? Ну, а чего говорить-то? Ну, ногу сломал. С кем не бывает. Ногу сломал. Звонок не работает. Работает? Уже починили. А я вот думала, в кого у нас Дина такая актриса? Видимо, в тебя. Ты великолепно врешь. Пап. Все будет хорошо. Я тебя не оставлю. Ты знаешь, а я себе хорошо как-то по-другому представлял. Значит так. Мы сделаем тебе операцию. Вытащим этот дурацкий осколок из спины. А потом поедем на море. Помнишь, как ты меня плавать учил? Дельфинчиком. Дельфинчиком. Ну что, будем пить чай? И вообще, сделаем тебе ремонт. Переклеим обои, вон телек новый купим. Посудомойку закажем, чайник, да? А ты кого-то ждешь? Алиса, ты прости, у меня не было другого выхода. Слышишь? Дядя Паша. Алиса, поехали домой. Куда? Домой. Зачем я здесь работаю? Уже не работаешь. Пока в этом городе не станет для тебя безопасно, не работаешь. Я никуда не поеду. Пап, скажи ему. Поехали домой. Алиса, не заставляй меня применять план «Б». Ты молодец. Молодец, что позвонил. Вере, все это знать совершенно необязательно. Она и так настрадалась, да? Ты присмотри там за ней. В столице у меня достаточно людей, чтобы за ней присмотреть. А я уж лучше здесь. Поближе к следствию. Поймаем этого урода вместе. Так, все, езжайте. А ты не поедешь? Ну, мне еще тут кое-какие дела нужно доделать. Ну, ты же будешь умница? Ты же не будешь оставить фокус и заставляешь маму нервничать? Буду умницей. Пока-пока. Ну, все, я в городе. Нет, не уеду, пока все не закончится. Так болит? Ничего мне с детства такое бывает. Ты пойдешь за таблетками или нет? А что взять? Да любой анальгетик посильнее. А у меня у матери тоже так бывает. Мигрени по два дня с кровати не встают. Да я бы тоже не вставала, если бы мне еще с вами не ехать. Червяков еще вот таких возьму. Они на кассе обычно продаются. Да они просто сахар поднимают. У меня если сахар упадет, я вообще вырубиться могу. Вам это надо? Да куда я сбегу лес вокруг? Пожалуйста. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дверь открой! Открой дверь! Быстрее! Что случилось? Что с тобой? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ты понимаешь, надо меня по машине вычислить быстрее, чем ты эту дрянь доешь? Чего они тебя будут искать на заднем дворе клуба? Да потому что это ты, ты! Они за тебя весь город на уши поднимут. Ты их переоцениваешь. Никто не знает, что ты мне помог. И к тому же на заправке ты встал так удачно, что камеры до тебя не дотянули, все смотрели. А кто тебе мог помочь, как не я? Ты думаешь, твой отчим идиот? Нет, конечно. Серьезно? То есть к тебе мне возвращаться нельзя, он меня будет искать там. А я не предлагал. А к Арине тем более нельзя возвращаться. В гостиницу? Уволю всех к чертовой матери! Ночными сторожами у меня пойдете на рынок! Арбузы охранять! Шеф, мы... Молчать! Чтоб сегодня же Алиса была дома. А уж как вы ее найдете, доставите, поймаете, это ваше дело. Все! Ну что, поиграли в скорую помощь? Смотри, ночной клуб, людное место, и от заправки недалеко. Поехали проверим, может она там. А может лучше уступишь? Ну переждешь. Без тебя, гада поймают, как бонус, живой останешься. Нет. Хорошо, что вы здесь, я еще кое-что вспомнила про Олю. Здрасте, я Никита. Здрасте. Она очень скрытная была, но проболталась. Ей написал какой-то кастинг-агент, предложил роль или что-то такое. Какую роль? Я не знаю, какой-то триллер. Она еще после работы торопилась домой видео записать. Спасибо за информацию. А если вы задержитесь, скоро будет эффектный номер. Ага. Поехали, отсюда мне здесь не очень нравится. Значит, это не Глеб. Мы одну и ту же девушку слушали. Убийца написал Ольге. Представился агентом, прислал ей текст роли жертвы злодея. Она его записала, он позвонил в полицию и включил запись. Как ты думаешь, Глеб алкоголит, встал он так заморачиваться? Ты что делаешь? Пусти. Все, валим отсюда. Я знаю, где Нина, если не будут искать. Пошли, пошли, пошли. Да нет, Евгения. Ладно, поехали. Ты уверен, что они нас здесь не найдут? Не, не, не. Туда. Ого. Да. Неплохо. Ну, я пошел. В смысле? Алисия циник. У меня папа ушел от мамы, когда я был совсем маленький. И мама всю жизнь ждала, когда он вернется. Но этого не произошло. Так что в большую чистую любовь я не верю. Встречаться мне глупо и бесперспективно. Я точно не тот, кто тебе нужен. Спокойной ночи. У каждого свои недостатки. Я не люблю, когда за меня решают. Долго и счастливо. Я слышал, что произошло. А? Земля слухами полнится. Да уже не слухи. По новостях на Глеба ориентировку дали. Пришел сказать, что предупреждал? Нет, просто поддержать тебя хотел. У меня все в порядке. Я знаю, что Глеб ни в чем не виноват. Я это всем не докажу. Кира, ты отрицаешь очевидное. Глеб преступник, убийца. Давид, уйди, пожалуйста. Это нормально, что ты его защищаешь. Но реальность не на твоей стороне. Я в тебя чем-нибудь кину сейчас. Если понадобится моя помощь. Не понадобится. У меня есть муж. Да, сейчас у него проблемы, но мы их решим. И будем жить долго. И счастливо. Как знаешь. Дина, куда мы идем? Ты что, не узнаешь место? Ты же была в папином сарае на лодочной станции. Да, была. Вот, мы туда идем. Эх ты, Алиска. Вон, смотри, вон там вот лодки, видишь? Вот, почти пришли. Давай, аккуратно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, давай. Вот, смотри, мы почти пришли. Хорошо. Хорошо. Вставай. Вставай, надо срочно ехать. И чтобы тебе не приснилось, эта работа не роман... Я вспомнила, что у Дины был тайник. Она мне его показывала, когда я была маленькой. Нам нужно туда. Там может быть что-то очень важное. Нужно срочно ехать. Ты со мной? Ага. Ну, а что лежишь тогда? Это ты. Это ты во всем виновата. Ты во всем виновата. Ну, что, далеко еще? Почти пришли. Опа. Надо же, явилась. Что случилось? Богдан всех на уши поднял. Всю ночь по городу колесили, тебя искали. Тебя где носила? Она была со мной. Отлично. Мало того, что ее могли убить, так об этом еще бы напечатали в газетах. Вы думаете, а поэтому... Ну, ладно, ладно. Все закончилось. Алис, ты можешь вернуться к работе, опасностей больше нет. Да что случилось-то? Убийца дал признательные показания, после этого покончил с собой. Глеб? Он сам пришел к вам и признался? Нет, он прислал сообщение на телефон. Голосова? Алис, неправда, успокойся. Ну, хочешь, у меня чай есть в термосе дать? Чисто профессиональный интерес. Он сам его наговорил? Нет, он напечатал. СМС. А если это не он? Это он, Алиса. Ну, сразу было видно, что он в невменяемом состоянии. В ошибок, вагон. Мы, конечно, пробили местонахождение абонента, но, к сожалению, не успели. Вы уверены, что вот это все он сам? Если СМС не от него, если это убийство. Значит так, предварительная экспертиза показала, что нет никаких оснований полагать, что данное самоубийство инсценировка. Ясно? Ну, правда, Алис, все закончилось. Да, Свет. Работаю. Вить, ты обалдел? У нас сегодня свадьба через несколько часов. Ты тут должен быть. Свет, я понимаю, но у нас чрезвычайные обстоятельства. А свадьба это не чрезвычайные обстоятельства. Глеб Ганаш повесился. Что? В каком смысле? Ну, в прямом смысле, в прямом. Вить, ты приезжай, ладно? Сам расскажешь. Все, ладно. Давай. Что? Да, у нас же сегодня свадьба. Да. Приходите вечером в рестораны. Ну, все. Спасибо. И все-таки я думаю, что убийца не Глеб. У нас есть признательные показания. Да в том-то и дело, что все слишком гладко. Я разговаривала с танцовщицей из клуба. Она сказала, что Ольге прислали текст для видеопробы. Что, если то, что она наговорила в телефон, было написанным заранее текстом? Версия хорошая, но доказательств нет. Слушай, Вить, ну, перестань уже. Я сама все, иди домой. Я сама все оформлю. Тут немного осталось. Слушай, я не понимаю, ты жениться придумал, что ли? Или у тебя другая кандидатура есть? Нет, ну, мало ли. Кстати, Алис, а ты не замеч... Так, а где Алиса? Вить! Алис! Что-то случилось? Что? Свадьбы не будет? Будет. Хотя я уже не знаю. Что ты с Витей? Он сюда приедет. Кир, я пойду, ладно. Что, ты с Глебом? Ничего себе. Это было любимое место Дины. Она здесь от всех пряталась. Алис, мне кажется, надо поговорить про то, что сегодня произошло. Голову даю на отсечение, а это не Глеб. Я про нас. Вот оно. Держи. Это ее дневник. Я знала, что она его вела. Слушай, ночью тебе не сказал, но... Я боюсь. Это не просто страх, это какой-то животный ужас. И я не... Ну и кого она так сильно боялась? Не знаю. Доктор. Щелкунчик. Виктория Беляева, следственный комитет. Писто по неосторожности в ходе любовных утех. Партнер же перестарался. Это не по неосторожности. Это преднамеренное убийство. А у нас все интереснее и интереснее. Да? Паранормальное происхождение преступника точно не рассматриваете? Не нравится мне это все. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену. А я люблю свою работу. Вика, вот вы еще молодая. Много вы не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно иметь. За что? За измен. У нее гипертонический криз был. По-хорошему, ей поднаблюдение надо. Мы поговорим с доктором наедине? Да-да, конечно. Кира, это глупо. Поехали в больницу. Давид, я вообще не знаю, для чего тебя позвали. Если бы не позвали, тебя бы уже в реанимацию везли. И не факт, что довезли бы. Ну, может, и к лучшему. Что, хочешь умереть спокойно? Не надейся, санитаров за тобой пришлю. Они с такими пациентами работать умеют. Милый, милый Давид, оставь ты уже меня в покое. Ведь то, что Глеба больше нет, ничего не меняет для тебя. Мы останемся просто друзьями. Кирочка, ты упускаешь нюанс. Чтобы оставаться просто друзьями, Кирочка, нужно жить. Ну, что с собой возьмешь? У вас все в порядке. Да-да, доктор уже уходит. Это глупо. Он просто пристраховывается. Они все так делают. Я побуду с ней, понаблюдаю. Если что, немедленно звоните. Музыка. 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 Простите, но я должен спросить. 17 лет назад вы дали показания и обеспечили Глебу алиби. Но это противоречит показаниям, которые оставил нам Глеб. Вить, сейчас же. Нет, нет, я отвечу. Знаете, я вполне могла ошибиться. Я спала. Вполне возможно, я просто не слышала, как Глеб уходил. Так вы спали или видели его рядом с собой в момент убийства? Я спала. И дали ложные показания. Я просто испугалась за Глеба. Я же не знала, что они ложные. Света, ну я же не знала, что они ложные, эти показания. Потом, вы что, вы действительно думаете, что я могла бы прожить 17 лет с человеком, которого я считаю убийцей? Кирочка, Кирочка, можешь позвонить врачу, а? Нет, не надо мне врача. Дружочек мой, успокойся, пожалуйста. Витя, не будешь давать больше идиотских вопросов. Хочешь, я тебе чайку заварю, а? Не надо. А потом домой провожу. Ну, Кирочка. Какой домой? У нас... У нас... Ваш зал не украшен. Кир... Столы не расставлены. Кир, мы подумали, но не по-человечески как-то. Мы легко перенесем свадьбу, гости поймут. Нет, нет. Вы, пожалуйста, подумайте обо мне. Что я буду делать дома? Без Глеба. Я приду и повешусь вслед за ним. Если хотите, чтобы я жила, женитесь сегодня. О-па! Спасибо. Вкусный кофе. Угу. И да, то, что мы переспали, не означает, что ты должен приносить мне кофе в постель теперь до конца жизни. И что, даже жениться не обязан? Боже, упаси. Я взрослая девочка. Мне все понравилось. Давай без продолжения. В этот раз я думал, такого не бывает. Хорошего любовника найти не так сложно. А вот хорошего напарника по расследованию такие на вес золото. Как ты думаешь, кого Дина называет костюмером? Муж Вероника? Нет, судя по описанию, это мужчина. Она всем дала прозвище. Щелкунчик, доктор, костюмер. Ну, доктор, это, скорее всего, настоящий доктор. Может быть, Давид. А вот кто остальные? Давай я загоняю в театр и узнаю про костюмер. А я тогда с Давидом пообщаюсь. Может, он что подскажет. Значит, вы говорите, что художник по костюмам был Дининым одноклассником? Митя! Салантливый был. Варенье. Ой. Вот. Вместо плаща – крылья. Где он, ворона? Потрясающе. Я сфотографирую? Давай. А почему вы о нем говорите в прошедшем времени? С ним что-то случилось? А месяца за два, как Дины не стало, и Митя в аварию попал. Отец и сестра у него на месте погибли. А Митя-то инвалидом остался. То есть настолько сильно, что рисовать перестал? Да, кататонический синдром. Что-то там мозгу-то у него повредилось. И он совсем связь с реальностью потерял. Понятно. До аварии. Митя рисовал, как дышал. Он когда вот эти эскизы к спектаклю готовил, он все за птицами наблюдал. А после аварии совсем с катушек съехал. Он ловить их начал. Он их в клетку забирал. Контролировать хотел. Ну, кто ж теперь скажет? Ну, в любом случае, Смердина его добила. Он совсем плохо стал. И опекун его в частную клинику сдал. А частные они какие? Деньги, плати и все. С недели, видно, плохо. Утонул Митя. А каким мог стать художником? Разумеется, убийства продолжатся. Но Глеб, спасибо ему, дал нам небольшую фору во времени. Фора нам мало. Вопрос нужно просто решить. Просто. Примянем Глеба. Они выяснили ее новый адрес. Уже выехали. Нам тоже пора ехать. И вообще, знаешь ли, ситуация, в которой я делаю все возможное, а ты так, знаешь, благосклонно наблюдаешь. Щелкунчик, ты злишься. Какой щелкунчик? С ума сошел? Это было 30 лет назад. Ты, может, еще вспомни, что там у нас в детском саду с тобой было? Завтра теперь ты злишься. На щелкунчика, а не на остальное. Пытаюсь перевести разговор. Ты лучше вспомни, на чьи деньги вся эта твоя больничка построена. У тебя шансов нет в стороне отсидеться. Давай, поехали, поехали. В общем, этот Митя был и раньше влюблен в Дину, а после аварии вообще на ней зациклился. Я, кажется, его помню. Он был одноклассником Дина. Митя, 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 Митя. Дима. Он младший брат первой жены моего отчима. Чего? Объясняю. Моя мама во второй раз вышла замуж. Теперь у меня есть отчим Павел. Так? Наверное. А у Павла была семья. Была первая жена. И у этой жены был младший брат. Дима, Митя. И вот он, одноклассник Дины. Ну, тогда все сходится. Ты знаешь, что положил Митю на лечение? Павел. Им помогал местный врач Давид. Тогда все сходится намного больше, чем хотелось бы. Мой новый папенька поднялся на том, что продал завод своего покойного тестя. А все эти деньги выгодно вложил. А знаешь, почему все они достались ему? Да потому что все наследники своевременно умерли. Кроме Мити. Митя не умер, потому что он недееспособен. Да Митя тоже в итоге умер. Он утонул. В больнице не доглядели. И вообще, кто эти психбольницы ставит на берегу реки? А щелкунчик – это Павел. Его Давид так называет. Значит так, сиди здесь. Я кое-куда съезжу, проверю кое-что. В смысле сиди здесь? Я хочу, чтобы ты была в безопасности, нормально поела. А то же ешь один мармелад. Ешь. Да, пап. Привет, доча. Обижаешься на меня? Ну нет, ну конечно я не обижаюсь. Пап, ну ты чего? Да, я понимаю, что ты хочешь, чтобы я была в безопасности. Да, никаких глупостей. На свадьбу пойдешь? Что? Свадьба Виктора? Нет, нет, я, наверное, не пойду. Я немножко приболела. Простыла? Теплого молочка в номер закажу, телек включу. А ты где? Хорошая гостиница, семь ветров. Да. Ну все, пап, давай, не волнуйся. Пока-пока, на связи. Молока выпью, телек включу. Как же, поверил я. А вы... А вы... А вы... А вы... А вы кого-то класть собираетесь? Бабушку с Альцгеймером. Уход точно хороший. Я слышала, тут речка, пациент утонут. Ну, один раз было. Так сколько лет-то прошло? Но не уследили все-таки, да? Да за ним тут не просто следили. Его как царевич содержали. Но утонул же. А после того случая никого не уволили? Нашли крайнюю медсестру. Одинокая, спокойная. На нее все и повесили. Говорят, она потом квартиру в городе продала и в деревню жить уехала. А найти ее как-то можно? А вам зачем? Ты же бабушку пристроить хотела. Ну да, но мы просто думаем. Может, частную сиделку наймем. С вопросами к начальству. Но может все-таки... К начальству. Вот, телефон. Звоните напрямую. Да, и Давида сейчас нет. Отъехал. Куда? Отъехал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Митя! Простите, можно с вами поговорить? КРИКИ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дедушка с Альцгеймером? Бабушка. Вот, поймал. Проникла через ограду. Сюда-то ты зачем ее притащил? Так, калит! Из-за тебя они погибли! Все, все, все. Ну, и что ты тут делаешь? Дядя Паша, что происходит? Ты так далеко тащилась сюда, чтобы задать мне этот вопрос. Ну, я мог бы тебе и дома на него ответить. Ну, раз уж я тут. Это Давид. Мой старинный друг. Я приехал к нему и вот... случайно... помог ему с тяжелым пациентом. Верно, Давид? Именно так. А тяжелый пациент – это наш родственник? Ну, твой брат первой жены. Так, мне нужно поговорить с ней наедине. Ушли все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Митька... Митька у нас всегда был юношей впечатлительным. А в тот вечер я ему сказал, что Дина решила бежать с режиссером. Зачем? Не знаю я. Не мог я больше смотреть, как он волочится за ней. Ну, гордости мужской ни капли не было у парня. Совсем. Вот я подумал, что, может, если он узнает, что Дина окончательно решила оставаться с режиссером, тогда, возможно, он набросился на меня и... погнул. Вот. И сам убежала. Я его обнаружил уже в театре. Ты больше не улетишь, птица. Ты моя птица. Не улетай. Не улетай, моя птица. Митя, пойдем. Пойдем. Ты больше не улетишь. Митя! Твою же мать. Она больше не улетит. А потом он связал ей ноги, чтобы она не улетела. Я не заметил этого тогда. Вообще не. Передачи потом увидал. Иначе бы избавился от улики. Ты нашел рядом с Диной тело убитого режиссера. Закопал и все свалил на него. Отлично придумано. Ну, а что было делать? Родная кровь. Не такая уж и родная. Могу просто сдать его в полицию и избавиться от лишнего наследника. Но нет. Копом сдавать своего родственника нельзя было. Ты же политики метишь. Куда там такое пятно на семейном анамнезе? Я не понимаю, какие у тебя ко мне-то претензии? Ну, в тюрьме бы его лечили бы точно так же. Только условия, может быть, были хуже. Все. И полиция не искала бы режиссера. Богдан был бы рядом с мамой. Ее куда сложнее было бы окучивать. Имей уважение. Язык прикуси свой. А что, не так? Я сделал все, что мог. Вообще, если бы не эта дура сиделка, то Митя никогда никому в жизни бы вреда не причинил. Никому. А что касается моих отношений с твоей матерью, это не твоего ума дело, детка. Так что следи за языком. Да? Так ты знал, что Митя не утонул и сбежал? Да куда там? Когда Богдан позвонил, ну, чтобы тебя забрать, я новости посмотрел. Потом пробил эту дуру сиделку, которая решила жить в глуши. Внезапно. Ну, и мы с Давидом сопоставили факты и поняли, что Митя на свободе. Ну, отлично, что поняли. Вызываем полицию. Зачем? Зачем им давать повод для сенсаций? Пусть думают, что убийца раскаялся и повесился. Глеб? А чего ему же все равно? Ты так боишься за свою политическую репутацию? Да. Представь себе, да, так. Именно, именно. А ты взгляни на все это с моей позиции. Нет. Нет. Что ж, жаль. Ты не имеешь права, открой! Ты не имеешь права, открой! Папа, папа! Скорей! Ты что, моя хорошая, испугалась? Да, испугалась. Не бойся. Такая большая девочка испугалась. Папа рядом. Папа всегда будет рядом. Повтори. Папа рядом. Папа рядом. Вот так всегда будет. Папа всегда будет рядом с тобой. Пойдем домой? Да. Пошли, моя хорошая. Не бойся. Значит, Митя не утонул, жил здесь. Вы его спасли. Да от врачей я его спасла. От врачей. Кололи. Да чем они его только не кололи? Парня в овощи чуть не превратили. Понятно. Павел наследника устранил? Вы и об этом знаете. Да если бы я не сделала вид, что он утонул, они бы его утопили сами. Слишком долго умирал для наследника. А он продолжает рисовать себя? Ну, конечно, он до конца не вылечился, но ему лучше. Я его даже отпускать стала. Иногда по вечерам. Все было хорошо, его никто не видел. Я научила его, что надо людей сторониться. И он меня понял. Он меня понимает. Не мог он никого убить. Но запирать ее все равно было плохой идеей. Я на свою карьеру угробил кучу денег. И годы, и годы. А теперь что? Эта соплячка все разрушит? Ну, расскажет всем, что Митя убивал. Кто он тебе? Давно уже никто. Да, так же расскажет, как я труп Владислава закапывал. Для политика не очень, согласись. Бедная, бедная девочка. С детства страдает ужасными головными болями. Страшные такие мигрени. Постой, постой. Ты это на что намекаешь? Ну, может же в мозгу один маленький сосудик лопнуть. Инсульт. А если умрет? Ну, не обязательно. Но перестанет представлять угрозу для меня. И для тебя. Ты представляешь, насколько ты сядешь? Ну, ты-то тоже сядешь? Но я не уверен, что тебе от этого станет легче. Ты будешь в полном шоколаде, если сделаешь так, как я тебе говорю. Ну, что ты решил? Нет, сухим из воды тебе уже не выйти. Мы с тобой в одной лодке. Потону я, потонешь и ты. ГОВОРИТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ А ну, вставай. Ну, ну, как себя чувствуешь? Морьстик! Тихо, тихо, тихо. Морьстик! Тихо, тихо. Нет, пожалуйста! Укол, мы заботимся о своих гостях. Отпусти! Иди сюда, дочек. Папа, ты как здесь? В гостиницу к тебе заезжал. Давно дневник Дина у тебя? Нет. Ну, исходя из прочитанного, я сразу понял, ты помчишься в больницу. Поговорить с доктором. Так он жив. Я тут ни при чем. Я просто делал свое дело. Меня заставили. Я не хотел ее убивать. Это не смертельно. Я это говорил. Это все он, это Паша придумал. Ну-ка, дай сюда. Ну, и что у нас здесь, Паша? Не стреляй. И ты убьешь. Ну и сволочь ты, Паша. Какая же ты сволочь? Я всегда знала, что у меня папка ого-го. А, да я в порядке. Полицию вызвал? Зачем полицию? Чтобы все лавры им. Нет, я Ирку вызвал. Ирину Михайловну, вернее, начальницу твою. Остальные пусть на свадьбе гуляют. А то сорвем Витьке свадьбу подвигами своими. Спина? Да ничего. Болит знаешь почему? Крылья у меня там режутся. Господи, как же я по работе соскучился. О! Ну что? Я все пропустил? Ну, конечно, как всегда. А Митя? Спит Митя. Можно я с ним посижу? Он проснется, я его заберу. Да нет. Митю полиция заберет. Надолго? Не знаю. Там видно будет. Не убивал он. Может, и не убивал. Такая многоходовочка и для здорового художника сложновата. Ну что, будет, что Ирине Михайловне доложить? Ну, я не очень уверена, что она мне обрадуется. А, боишься гнева начальницы? Потому что преступников за ее спиной ловила. Правильно делаешь? Ирина страшна в гневе. Да не волнуйся, не волнуйся. Дуйте тогда на свадьбу. Скажу, я всех один поймал. Ну, давайте. Аккуратнее, доча. Странный подарок на свадьбу. То, что надо. Вот увидишь, они обрадуются. Вообще нечестно, конечно. Они не пропустили все самое интересное. А я думаю, не пропустили. Все только начинается. Ты же помнишь, узлы на ногах Дины были одни, а на остальных жертвах другие. Техники разные. Мы на свадьбу-то идем? Конечно, идем. Чтобы дом у молодых был полная чаша, чтобы взаимопонимание всегда царило в их доме. Здравствуйте. Любите друг друга, цените друг друга, прощайте друг друга. Ну, надеюсь, прощать-то не придется, нет? Жизнь долгая, всякая может быть. А простить можно все, что угодно, кроме предательства. Горько! 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 нашего города тоже хотят подарить вам подарок. Да. Есть такая традиция на свадьбе молодым узлы вязать. И человек, который ему искренне желает добра, должен связать узел такой, чтобы не разорвать, не разрубить. Вот. Пожалуйста. Я? Ну, а как же? Чтобы жили долго, чтоб любили крепко. Это традиция. А что нужно сделать? Руки? Руки. Живите долго, любите крепко. Разрешите мне тост. Алиса хочет сказать тост. Я хочу поздравить молодых и отдельно Виктора Сергеевича с раскрытием этого долгого и непростого дела. Мы нашли убийцу. Убийцу Владислава, Ольги, Глеба и это Кира. Ты что делаешь? Это наша свадьба. Узел. На ногах жертв был точно такой же узел. Алиса, у тебя очень странные шутки. Может быть, у тебя есть какой-то другой тост? Никаких шуток. Перед тем, как убить Глеба, вы поругались и сказали ему, что он предатель. А он на вас кричал. Это ты, это из-за тебя. Они погибли. Ну, свидетель не очень точно передал интонацию, но слова запомнил очень хорошо. Свидетель? Да, как видите, я не присутствую на допросе, но он уже два часа дает показания. Да, уже два часа допрошу. Это есть что рассказать. Да, мы поругались с Глебом, но с кем не бывает. Семья, это есть семья. А что было дальше, я не помню. У меня состояние аффекта было. Какой интересный аффект. Вы не помните, что происходило, но узел на шее Глеба завязали аккуратный. Такой же, как на ногах жертв, такой же, как и сейчас. Ну что ж. Обычно на свадьбах драка бывает. У вас будет сенсация. Да? Это я убила их всех. Всех. Почему? Ну, все же с детства. Вот мой папа, например, он очень меня любил, но считал, что я некрасивая, и всего в жизни мне придется добиваться тяжким трудом. Поэтому он возил меня в походы, учил жарить мясо и вязать узлы. Вот этот вот узел называется булень. Тоже он научил меня вязать. Но мне кажется, это смешно, а нет. Папа желал мне добра, а я хотела быть актрисой. Я не послушала папу и поступила в театральный. Я хотела играть роковых красавиц, героинь, а мне давали играть кикимору, мачеху Золушки, сестру, тракториста. Вы вообще представляете себе, что такое всю жизнь играть кикимору? И тут появилась Дина. Красавица, любимица мастера, холодная, расчетливая, стерва. Вы ее ненавидели? Да я сейчас ее ненавижу. А Глеб любил ее, а вы любили Глеба. Глеб сделал предложение мне. Да он хотел отомстить. Ведь так? Он знал, что она встречается с режиссером, ему это было неприятно. И вы это понимали. Вы решили избавиться от соперницы. Так? В ту ночь, когда Дина должна была уехать с Владиславом, у них там что-то не заладилось. Она прислала сообщение Глебу на пейджер. Прости, люблю, приходи в театр. Глеб спал. Я удалила сообщение и поехала в театр. Так Дина была такая эгоистка, что увидев меня в театре, она подумала, будто бы я пришла помогать ей. Кира? А ты что здесь делаешь? Я рада тебе. Я хочу эффектно извиниться перед Глебом. Но давай мне раньше времени. Нет. Ты не можешь. Почему? Мы пообщались с Владиком и поняли, что мы разные люди. Ты не можешь так поступить со мной. Глеб сделал предложение мне. Это же все слышали? Милая, бедная Кирочка, ну ты же знаешь, что он влюблен в меня. Помоги, пожалуйста. Помоги. Ну и что? А женится на мне? Ой, Господи, даже если женится, вы через год все равно поругаетесь и разведетесь. Он не любит тебя. надеюсь, получится эффектно. И когда Глеб придет, скажи ему, чтобы в зал шел. Дина! 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 Кира, ты не видел Аладину? Мне нужно с ней... Что с ней? Господи! Что с ней? А режиссер просто оказался не в то время, не в том месте. Да он никогда мне не нравился. А Вероника поплатилась просто за то, что в эту ночь проходила мимо и встретилась вам по пути. Да, встретилась. Она стала меня расспрашивать. Что со мной случилось? Почему я в крови? Я что-то ей наплела. Если честно, я даже не помню, что. Но она мне поверила. Я бы ушла замуж за Глеба. Я бы прожила с ним долгую счастливую жизнь. Я даже умудрилась подружиться с его мамой. А это было ой, как непросто. А потом я и вздумалась лишить Глеба наследства. И знаете что? Я посоветовала ей таблеточки. Она мне поверила. И скончалась внезапно. Я сердечного приступала. Так вы и тут постарались. А потом Вероника нашла останки Владислава. Но доказательств никаких не было. Вы дальше могли жить спокойно. Спокойно? Да меня все трясло от страха. Глеб мог догадаться. Если даже эта дура Вероника до всего доперла. Она решила меня шантажировать. Она пришла ко мне и я ей заплатила по глупости. Она поняла, что я виновата. И пошло-поехало. А у меня не было столько денег. Ну не было. Мне приходилось их вытаскивать из общего бизнеса с Глебом. Так эта дура не унималась. Она взялась за меня всерьез. Она не просто шантажировала. Она устраивала спектакли. Актриса себя вообразила. Издевалась надо мной. Ну что, принесла деньги? Нет. Прекрати меня шантажировать. Будешь платить столько, сколько я скажу. А ты... Ты что, актриса себя вообразила? Спектакли мне закатываешь. Ты же просто издеваешься надо мной. Ты все нервы мне вытрепала. Но она даже мертвая могла быть вам полезна. Все подумали, что Владислав вернулся. То есть, так Глеб ничего не замечал? Глеб в это время был занят Ольгой. Да вы что, правда думаете, я не знала, что он спит с этой танцовщицей? Я знала. Но я любила Глеба. Я сделала все, чтобы сохранить семью. Я думала, что Глеб даже не заметит ее исчезновение, а он так расстроился, запил. Но от пьяного было легче избавиться, да? Да не делайте из меня монстра. Это же не я в него водку заливала. Я любила Глеба. Любила всю жизнь с самого первого дня. А пришлось убить. Он, кажется, догадался обо всем. Он хотел сдать меня полиции. Кто еще мог это сделать, обезьян. Тише. Глеб, пожалуйста. Да еще он пока сделает. Пожалуйста, тихо. Не падай, осторожно. Какой лет меня я не знаю. Глеб, пожалуйста. Аккуратно. Я не увижу тебя. Никогда я тебя не любил. Мразь! Ничтожество! Все, звоню в полицию, узкай. Позвольте к тебе, мразь. Не надо. Не надо в полицию. Не надо в полицию. Ничтожество! Ну, какая полиция? Мразь. Мразь. Не надо в полицию. Не надо в полицию. Он был со мной. Остальное для меня не важно. Стоять! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо! Вы имеете право на адвоката. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Да какое уж теперь молчание. Я вам рассказала все. Прошу. Прости, я быстро. Ты сразу рану покажи врачу. У вас там хотя бы дежурный врач есть? Какая рано. Срапина. Срапина. Довольна? Взорвала свадьбу? Звезда-сыск. Что б тебя? Ну, ты дала. Может, правда, после свадьбы надо было? Да ты чего? Такое представление? Мне бы такую свадьбу. Ну, когда-нибудь. Теоретически. Я поняла. Ну, что? Дело раскрыто. Тебя здесь больше ничего не держит. Когда в Москву возвращаешься? Да я решил еще тут побыть. Может, чего интересного для статьи подкинешь? Или просто про будни местного сыска? Ты правда думаешь, что это интереснее? Еще что-нибудь такое отмочишь, и будет бомба. Простите, Алиса, где Богдан? Он трубку не берет. В больнице, вас ждет. Где? Он мне позвонил, сказал, срочный разговор дома. У него дома. Как дома? Я не знаю, я звонила, стучала, но только что МЧС не вызвала. Да он должен быть в больнице, я не понимаю, зачем он вам соврал. В больницу, срочно! Остановитесь! Давайте быстрей. Я не понимаю, он сказал, что позвонит вам и все расскажет. Вас на свадьбу отослал, меня к себе домой позвал, чтобы я с вами не встретилась. Вот молодец, а! Он хотел наедине с Павлом остаться. Я не успела вам рассказать в клинике кое-что произошло. Ну, я все мог понять. Ну, жену увел. Ну, брата первой жены от следствия прятал. Ну, Алиса, Паша, ты же ее растил. Трудные времена требуют трудных решений, Богдан. Ты же ее на велосипеде учил кататься. Уроки с ней делал. И уничтожить, превратить в овощи. Да ты что, Паша? Знаешь, что мне не удалось воспитать в Алисе? Сговорчивость. Ну, тут переть против твоих генов было очень сложно. А ведь сговорчивость это же крайне важное и нужное человеческое качество. Я вот, например, очень люблю сговорчивых людей. Их много. Изведи следователей, изведи полицейских. Но среди журналистов так что ты, конечно, можешь повозмущаться, если тебя от этого полегчает. Но согласись, ты же сам понимаешь, что я по-любому выду сухим из воды. Да? Ведь у меня и сто рублей, и сто друзей, как говорится. Да и сотня других, куда более крутых. спасательных кругов припасено. На всякий случай. Так что, ну, зачем же тогда стулья-то ломать? А? Да? Вот. Богдан Борисович, давайте жить дружно. Ну, и ты подлечись. Подлечись, Богдан. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Папа! Ну что ты? Что ты, моя хорошая? Что ты испугалась? Папа рядом. Что ты натворил? Ничего. В этот раз ничего. Ты его не убил? Да нет, конечно. Никого я не убил. Теперь все будет хорошо. Точно? Ты обещаешь? Обещаю. Обещаю, моя хорошая. Папочка, что случилось? Папа! Папочка! Папа! Папа! Мне кажется, что я умерла. Кто же это с тобой сделал-то, а? Я не знаю. Я сегодня была в морге и смотрела, как меня вскрывают. А еще хочу посмотреть в лицо того психа, который меня убил. Он говорит какие-то факты, которые может знать только Лера. А все видят то, что вижу я. Меня убили здесь, в этом отеле. « passouловие». Люди из владелы. Переат Main Commission не успели. Что же? Люди. Люди. Люди Everyday. Люди. Субтитры подогнал «Симон»